В Мангистау приехали сенаторы Казахстана. Члены Комитета экономической политики, инновационного развития и предпринимательства посетили ряд предприятий для обсуждения вопросов развития малого и среднего бизнеса, транспортно-логистического потенциала. Сенаторы сначала посетили ТО «Каспий Битум», работающий с 2013 года. Предприятие производит 500 тысяч тонн битума и перерабатывает 1 миллион тонн нефти в год. Продукция завода использовалась при строительстве автомобильных дорог страны, в том числе автомагистрали Западной Европы, Западной Китай. В целях удовлетворения потребностей в битуме в ближайшие два года предприятие планирует увеличить производство с 500 до 750 тонн битума. С мая по октябрь используется его много. В зимние месяцы на него не так много спроса, в том числе и из-за отсутствия строительных работ. Кроме того, битум замерзает. Сейчас специалисты с помощью новой техники разработали новый состав. Сейчас специалисты с помощью новой технологии разработали новый состав. В связи с этим они просят помочь в решении вопроса логистики. Второй пункт, на котором остановились сенаторы – морской порт «Октау». С момента создания особой экономической зоны сюда привлечено 289 миллиардов инвестиций. Сейчас порт представляет собой современный универсальный терминал, обеспечивающий круглосуточные перевозки грузов с востока на запад, с севера на юг и обратно. В будущем специалисты планируют расширить «Октауский морской торговый порт». Да, мы планируем сейчас расширить территорию нашего СЭС путем получения земельного участка в городе Женаузене, в промышленной зоне, порядка 274 гектаров, для размещения там хороших проектов с открытием рабочих мест. Это первую очередь для этого делается – привлечение инвестиций и открытие рабочих мест. Кроме того, имеется ряд инвесторов с крупными проектами, которые мы планируем разместить в Монолинском районе, возле порта Курык, так как они заинтересованы в дальнейшем отгрузке и воспользоваться нашими портами. Кроме того, депутаты Сената по стиле ТО «Каспиан Сафити Групп», которое шьет 2000 единиц различной одежды в месяц. Здесь работает более 50 человек. Одежда в основном шьется для нефтяных компаний. К переходу экономики нашей страны к новой экономической модели, именно вопросы поддержки развития малого и среднего бизнеса, а также вообще в целом отечественного предпринимательства, они были выделены в отдельный достаточно такой объемный блок. Кроме того, более подробно меры поддержки отечественного предпринимательства были рассмотрены и на встрече главы государства с отечественным бизнес-сообществом, которое прошло 12 сентября текущего года. Как отметил глава государства, государство должно создавать наиболее благоприятные условия для предпринимательства, обеспечивать полную защиту частной собственности. В свою очередь предприниматели должны полностью добросовестно исполнять взятые на себя обязательства по уплате налогов, по инвестированию денег в экономику страны, по созданию рабочих мест, как сегодня на этом предприятии, и созданию комфортных условий труда для своих работников. В завершении встречи депутаты Сената парламента Республики Казахстан заверили, что учтут упомянутые вопросы и заявили, что предложения будут взяты на контроль.